Час Делягина Я хотел бы всех поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать счастья, здоровья, удачи, всего самого-самого доброго. Мы сейчас будем говорить о вещах малоприятных, о вещах не совсем комфортных, но надеюсь, что мы не очень сильно испортим вам настроение, потому что, а, большинство того, что мы скажем, вы, может, и не знаете, но на себе непосредственно все равно ощущаете, так что это не будет каким-то там шоком, это будет объяснением шока. А, во-вторых, и самое главное, мы говорим об этом для того, чтобы исправить проблему. Мы говорим для того, чтобы общество понимало, что не так устроено и что нужно менять. Поэтому я поздравляю вас с наступающим Новым Годом и желаю вам всего самого-самого хорошего, искренне и без всякой задней мысли. И в надежде, что... И в надежде, что некоторые тенденции, о которых мы будем говорить, которые проявились в прошлом, уже в 2014 году, пресекутся. И мы о них забудем, и в социальных сетях будут писать, а что это он такую ахинею нес, этого же не было, мы этого не помним. Вот я хочу... И в Новый Год я подниму бокал именно за это. Ну, а теперь, как было сказано в одном из анекдотов про Владимира Ильича Леина, а теперь дискотека. И прежде всего, я хотел бы выразить восхищение одним из наших политиков, господину Жириновскому, который сделал вещь, которую я за ним раньше не замечал. Он публично обуздал своих депутатов, членов своей фракции. Потому что депутаты ЛДПР внесли поправки в закон о русском языке. Да. Причем, несмотря на наличие редакционного контроля в Государственной Думе, они внесли поправки в закон о государственном языке с большим количеством грамматических и пунктуационных ошибок. Это как раз в декабре. Это нужно умудриться. Да. И Жириновский очень жестко их за это заклеймил и, так сказать, призвал к порядку. Публично. Публично. И я думаю, что всем руководителям фракций и всем руководителям партии, как парламентских, так и не парламентских, в этом отношении Жириновского стоит взять пример. Ну, представьте себе, Дмитрий Анатольевич Медведев стал бы в разумном режиме комментировать инициативы своих однопартийцев из «Единой России». Просто представьте себе, представьте себе, что руководство «Справедливой России» как-нибудь отнеслось к инициативам некоторых своих членов, от которыми полстраны смеется, другая полстраны плачет. Ну, и дальше можно продолжать по списку, благо партии теперь стало чуть больше, чем было. Так что одна хорошая тенденция проявлена. Ну, это пока явление, это пока не тенденция, но дай бог из этого вырастет тенденция, потому что учиться нужно у всех. И уже кому угодно, можно найти что-то хорошее, это хорошее нужно у него забрать и освоить. Собственно говоря, так и развивалась русская культура, которая училась у всех. И когда говоришь людям, что пельмени – это не русская кухня, даже не сибирская, когда говоришь людям, что борщ к России имеет весьма относительное отношение, когда говоришь людям, что, вообще-то говоря, мясо в России не готовили, почти, только по великим праздникам, люди смотрят круглыми глазами, как же, это же наше родное, и так далее. Вот за то, чтобы все хорошее стало нашим родным, ну, а наши недостатки можно кому-нибудь продать. Или даже подарить, если никто не захочет. Так вот, возвращаясь к тенденциям, самая яркая тенденция, которая проявилась в этом году, и самая неприятная на самом деле, стал кризис региональных бюджетов. В этом году страна выла. Причем выли даже обеспеченные регионы. Плакали те, кто, казалось бы, должен жить хорошо. Я вот в течение года три раза был в Сургуте. Ну, казалось бы. Газпром нефть, Сургут нефтегаз. Жить не сократила. Газпром нефти. Действительно, работа есть. Действительно, город очень культурный. Люди переходят улицу только на красный свет. Первая лекция, которую меня попросили прочитать, о глобальном кризисе. Как устроен мир? Есть ли жизнь на других планетах? Вторая лекция была уже более приземленная. Что у нас вообще происходит? Что происходит в России? И расскажите, как с этим бороться? Как исправлять ситуацию? То есть, людей уже мало интересовало, что происходит. Людей интересовало, как исправлять ситуацию, которая на глазах становится нетерпимой. Сейчас, в третий раз, меня попросили прочитать лекцию на бытовую тему, как самому победить кризис. Как выживать в условиях кризиса? В Сургуте. В Сургуте. То есть, падение доходов людей, реальных доходов с учетом роста цен, таково, что уже людям становится неинтересно, что там должно делать государство, что там должны делать власти. И понимают, что никто ни с чем не справляется. Как выживать нам самим? Адаманскийский автономный округ в шесть раз увеличил дефицит своего бюджета. С 10 миллиардов до более чем 60 миллиардов. Простите, пожалуйста. А в Адаманскийском автономном округе вообще дефицита бюджета быть не должно. Виновата в этом во многом государственная политика. Межбюджетная политика. Безусловно, в стране, где есть Сургут и есть Кинишу, всегда от одних будут брать много, и другим много и отдавать. Потому что слишком велик разрыв в экономическом развитии. Пока этот разрыв не сгладится, диспропорции неизбежны. Но у нас слишком много бюджетов. У нас изъятие денег из региональных бюджетов приобрело характер достаточно давно инструмента обеспечения политической покорности элиты. А регионы полностью бесправны. У них забирают деньги и обратно не отдают. Поэтому дефицитен ХМАУ, поэтому дефицитен бюджет даже Москвы. Михаил Геннадьевич, а у нас с вами тоже из вашего часа Делягина забирают несколько минут сейчас. Никуда не денешься. Так что прервемся, через несколько минут возвращаемся. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Час Делягина на волнах «Комсомольская правда» продолжается. В студии Михаил Делягин, директор институт проблем глобализации. Я журналист «Комсомолки» Евгений Черны. Мы продолжаем разговор о новых тенденциях, уходящем уже году. При этом некоторые новации федерального центра носят практически патологический характер. Вот, например, налоговые изменения. Налог на прибыль в этом году впервые стали платить не отдельными предприятиями, а консолидированными группами предприятий, крупными корпорациями. То есть все для крупного бизнеса. Все для человека, все для блага человека, все у имени человека. И вы, дорогие товарищи, знаете этого человека. Но, если быть точным, знаете эту сотню людей, а ее регулярно публикует журнал «Форбс». Наиболее богатые люди, которые владеют крупными корпорациями, вот для их удобства упростили налог на прибыль. В результате уменьшилась собираемая сумма налога, потому что раньше прибыльные заводы платили со своей прибыли, а убыточные, естественно, оставались при своем убытке. Теперь они объединены вместе, и теперь прибыль, с которой платится налог на прибыль, уменьшена на убытки убыточных структурных подразделений. Но беда даже не в этом. Главная беда в том, что раньше заводы платили там, где они расположены. Ну, находится Лебединский ГОК в Белгородской области, платил на бюджет Белгородской области. Есть скважины с Сургучи, платят, соответственно, скважины с бюджетом Сургута, ну, Хантамасийского автономного округа. А теперь все не так. Где головная контора зарегистрирована, там налог и платят. У нас разные есть компании. В некоторых компании головной офисы в Челябинске зарегистрированы, это правда. Но все равно очень много денег ушло из регионов в центр. И ушло, так сказать, из одних регионов в другие. Ну, скажем, челябинские компании работают и в Екатеринбурге тоже. А в результате очень многие бюджеты просто просели внезапно на ровном месте. И государство никак на это не отреагировало. Это очень важно. Вторая проблема, которая наметилась в регионах, это пресловутые мачки указа президента. А как только президент их огласил, начался саботаж. Начался истошный вопль о том, что в федеральном бюджете, в котором тогда валялось чуть меньше 7 триллионов рублей без движения, найти триллион рублей для исполнения указов президента нельзя. Вот полтора триллиона, чтобы в Сочи закопать, найти нет проблем. Взяли и закопали. А одного триллиона для того, чтобы направить на нужды людей, найти нельзя. Это не случайность. Дело в том, что либеральный фундаментализм, современные либеральные идеологии, исходят из того, что государство должно служить глобальному бизнесу, а не людям. Поэтому воровать это нормально, а заботиться о людях это ненормально. Когда вы воруете, то вы украденные деньги в конечном счете приносите в западную финансовую систему. И украденные вами деньги работают на глобальный бизнес. Поэтому воровство это нормально. Это даже хорошо. С точки зрения политики. Наконец-то объяснили. А вот когда вы деньги раздаете людям, они эти деньги тратят на местных рынках. И до глобальных рынков, до глобального бизнеса эти деньги не доходят. Поэтому это преступление. Не потому, что это социализм, коммунизм и прочая ерунда. Потому что это деньги, вынутые из кармана глобального бизнеса. Поэтому, когда президент подписывает указание о том, чтобы деньги потратить не очень рационально. Все там греха-то и тоже бывает. Наш либеральный клан бурно аплодирует. Не потому, что он сам тоже на этом греет руки. Не только поэтому. Потому что это идеологически правильно. Это деньги, которые служат глобальному бизнесу. Отняли у народа, отдали Ротшильдам, Рокфеллеру и прочим, прочим, прочим помельче. Это правильный подход. Идеологически выверенный подход. Верная дорога идете, товарищи. В тупик, правда, что же поделать. А вот если деньги достаются людям, это идеологическое преступление. Это ересь. В средние века за такое сжигали на кострах. В Ливии за это убили Каддафи. Не за то, что он самолет сбил, он за это заплатил, все забыли про это. Нет. За то, что он нефтедоллары не отдавал глобальному бизнесу, а их часть тратил на нужды собственного населения. Точно так же либеральный клан устроил, с моей точки зрения, абсолютный саботаж указов президента. В 2012 году еще можно было дискутировать. Указы появились внезапно, в бюджет включены не были. Действительно были трудности для Минфина, лишние бумажки оформлять и все остальное. Но в 2013 году мы это увидели во всей красе. Когда были сброшены полномочия, обязанности на уровень регионов, по регионам сказали, вы обязаны повысить зарплату врачам и учителям, но деньги в обеспечении этого регионам не дали. Это и есть саботаж. Когда указание начальства исполняется издевательским образом, таким, что его заведомо нельзя использовать. То есть, по сути говоря, это восстание либерального клана против президентской власти в той части, в которой эта президентская власть, безусловно, права. Не в тех вопросах, где президентская власть сделает ошибки и мы ее за это ругаем, а в тех вопросах, где президентская власть права. Когда президент начинает исполнять свои обязанности перед народом, либеральный клан поднимает восстание. Это реальная ситуация. И можно увольнять вице-премьера с руководителя аппарата правительства. Пожалуйста, ситуация не меняется, потому что этот клан... Если вы не будете общаться с ним как с кланом, а будете общаться с ним как с набором чиновников, вы будете против него так же беспомощны, как обычный участковый, беспомощен против этнической диаспоры. Отдельно взятый участковый. И в этой ситуации это новая тенденция. Обратите внимание, что до сих пор главная вина Путина перед российским либеральным кланом это майские указы. То, в чем он прав, ему ставят свою вину. Это принципиально важно. Это идеологическое расхождение. И это, безусловно, новое явление. А в регионах исполнение этих указов устраивается так, чтобы оно нанесло максимальный ущерб людям. Повышают зарплату учителям, а денег не дают на это. Что и как выкручиваются у губернатора? Да очень просто. Он сокращает число учителей, оставшимся, повышает зарплату. Ему деваться некуда. То же самое с врачами. Сокращение число больниц. Мы видим катастрофическую ситуацию, когда новый виток сокращения школ. В Ивановской области дети едут в автобусе в одну сторону 2-2,5 часа. Сокращение и уничтожение больниц. Даже те, которые пережили социальные реформы, пережили реформу бюджета. С царских времен еще, я знаю, больницы, которые сохранились с царских времен. Вы знаете, при царе люди все-таки заботились. Все-таки и крепостное право было. Люди были имуществом, а не обременением для государства. А сейчас люди даже не имущество, люди обременения. Это в древней Греции, где было рабство, человек это был, раб был говорящим имуществом. Он был имуществом, он имел цену. Он был ценностью. На фоне нынешнего греческое рабство является гуманизмом. Потому что для нынешнего либерального клана, для нынешних либералов, которые определяют социально-экономическую политику России, человек это просто обременение. Это что-то не нужно, от чего нужно избавиться и побыстрее. Насколько я могу суть. Поэтому такую иронию вызвало либералов, не считаться того факта, что рождаемость у нас превысила смертность. Понятно, что за счет мигрантов. Понятно, что не за счет, так сказать, областей, в которых ждет основная часть России. Но, тем не менее. Ситуация с региональными бюджетами чудовищная. В 2014 году все региональные бюджеты будут дефицитны, кроме одного, Калмыкия. Людям, которые кричат, что в бюджете нет денег, я напоминаю, у нас используемые остатки средств на счетах федерального бюджета 7,8 трлн рублей. Министерство финансов занимает деньги, берет взаймы и внутри страны, и вне страны, для того, чтобы эти занятые деньги положить в карман и никак не использовать. Или вообще вывести из страны в виде фонда национального благосостояния и резервного фонда. Это системный саботаж развития по всем фронтам. Это война, которая объявлена либеральной тусовкой. С моей точки зрения, разумная часть руководства страны и России в целом. Конечно, я могу ошибаться, это частное мнение. Но по-другому это можно объяснить только феноменальным идиотизмом. А у нас в правительстве идиотов, даже не очень умных людей, не держат по той же причине, по которой там не держат не очень богатых. И не о чем будет говорить в кулуарах правительства друг с другом. И подобного рода бюрократический саботаж неименуемо отражается и на макроэкономической статистике тоже. Экономический рост кошмарно тормозится. Причем он кошмарно тормозится при исключительно высоких ценах на нефть. Мировые цены на нефть остаются потрясающей высотой. 110 долларов за баррель. Кто когда мог об этом мечтать? Это во всем году хорошо, цена на нефть стоила 34 доллара за баррель. Но имели право на экономические проблемы. Это в 98 году нефть стоила там 10 долларов за баррель, а в отдельные моменты до 8 долетала. Имели право на экономические трудности. Ребята, она сейчас не 10 стоит, она сейчас стоит 110. Вам что, уже этих триллионов мало? Принципиальный отказ от развития на государственном уровне. И когда господа либералы говорят о том, открыто говорят, что реформы должны быть прежде всего непопулярными, то президент означает, что смысл реформ для них – ущемление интересов народа. Смысл их деятельности для них самих – это ущемлять интересы общества. Ну, а наши слушатели нас поймут, Михаил Геннадьевич, что мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды» в студии журналист-комсомолки Евгения Черных и Михаил Делягин, директор институт проблем глобализации. Ну, если говорить о новых тенденциях этого года, я хотел бы обратить внимание на изменение поведения социального большинства. Сложилось оно в 2009 году, оно показалось себя наболотным. Это огромная масса людей, которые превышают 60% населения России, уже устойчиво превышают, которые перестали выживать и начали жить. Это люди, которым хватает денег на покупку простой бытовой техники, то есть люди с уровнем потребления среднего класса, примерно 20%, и 40 с лишним процентов, которым хватает денег на еду и одежду. На самом деле это люди бедные, но они уже не выживают, они уже живут. Соответственно, у них возникла потребность не только в хлеба и зрелищах, но и в справедливости, которую правящая тусовку удовлетворить не может по двум причинам. Во-первых, она забыла, что такое справедливость с плавниками или с чешуей, потому что в прошлый раз такой запрос подъявлялся в самом начале 90-х годов советской инженерно-технической интеллигенции, которая в ходе демократической революции сама себя уничтожила. А второе, что государство нет ресурсов. При экономическом росте ниже 5,5% пряников сладких не хватает на всех, то, дай бог, сохранить от текущего уровня жизни населения, потому что понятно, что основные ресурсы уходят другим группам влияния, более авторитетным в условиях сувенирной демократии. Но люди хотят больше. И удовлетворить жаду справедливости невозможно никак. Для этого же с коррупцией надо бороться. Не на словах, а на деле. А бороться с коррупцией значит, насколько я понимаю, грабить правящий класс, а может вообще расшатывать основы государственного строя. Поэтому государство находится в тупике. Но в 2013 году проявилось поразительное явление. Значительная часть нового социального большинства, крайне критически относящаяся к правящей бюрократии, и на дух ее не переносящая, отошла от активного протеста. Конечно, многих запугали, потому что репрессии жертвам провокации спецслужб 6 мая, которых сажают за то, что они стали жертвой провокации, на самом деле. А некоторые даже не были на этой площади. Это, безусловно, пугает. Многие другие вещи тоже пугают. Но изменилось настроение. Люди поняли, что либеральные вожди протеста, они протестуют против власти не потому, что власть плоха, а потому, что в некоторых вопросах власти хоть чем-то, но хорошо. Либералы не приемлют правящую бюрократию не потому, что правящая бюрократия разграбляет Россию. Это просто повод. Так же, как для Запада коммунист был поводом побывать с Россией еще раз. Они не приемлют правящую бюрократию потому, что правящая бюрократия является частью российского государства. И они стреляют в правящую бюрократию, чтобы попасть в государство и уничтожить государство точно так же, как когда-то стреляли в коммунизм, чтобы уничтожить Россию. О чем говорил Зиновьев, прозревший? О чем говорил Зиновьев? О чем многие умные люди говорили? Александр Зиновьев. Да, Зиновьев. Великий философ, который прошел войну. А не тот Зиновьев. Который воевал в морской пехоте. Нет, который был разведчиком. Он был фронтовым разведчиком. И он был великий логик и великий философ. Он был отчаянным антисоветчиком, пока не переехал на Запад. И он переехал на Запад, он оценил советскую цивилизацию. Не только ее негативную сторону, но и позитивную тоже. Так вот, огромная часть, так сказать, нового социального большинства увидела, что либеральный протест стремится вернуться в 90-е годы и ничего больше. Что либеральный протест хочет уничтожить Россию. Проводить ее в совокупность не до Эстонии и ничего больше. И мы увидели феерическое голосование на выборах мэра Москвы. Да, Навальный сделал великое дело. Он обеспечил едва ли не половину явки москвичей на эти выборы. Он легитимизировал эти досрочные выборы. Отвлек людей от вопроса о том, а зачем нужны такие скоропостижные выборы. И он обеспечил явку. Он обеспечил легитимность собей, но он честно отработал свое дело. Свою свободу. Но он выбрал свою электоральную базу практически полностью. На свои 10% за него проголосовало в Москве. Люди ехали в воскресенье на один день из дальнего Подмосковья, чтобы за него проголосовать. То есть свою электоральную нишу он выбрал почти до последнего человека. 10% я думаю он получил от общего количества избирателей Москвы. И от тех, кто пришел на выбор, от всего количества. Поразительное явление. Около 5% избирателей Москвы, по оценкам, пришли на выборы, чтобы проголосовать против Навального. Они не пришли бы, если бы его не было. Они не были даже раздражены его некоторой репатажностью, там, списком 12 врагов Навального. Когда там человек по фамилии Левин обвинял человека по фамилии Белковский в том, что он наполовину еврей, например. Но, ну это был феерический документ, я его специально сохранил. То есть чрезмерно агрессивность, конечно, оттолкнула многих. Но огромное количество людей, относящихся к социальной базе Навального, увидели, что этот человек либерал. Чтобы он какие-то там патриотические слова не говорил. Его негативная программа абсолютно правильная для коррупции, но его позитивная программа, это домой, вернемся домой в теплые 90-е годы, когда нам было так хорошо. И даже люди, которые не помнят 90-е годы в силу возраста, и сказали, нет хорошего. Мы лучше проголосуем за кого угодно, кроме Навального. Коммунистический кандидат Мельников получил из своих 10% от числа проголосовавших порядка половины в порядке протестного голосования против Навального. Я знаю человека, который при мне говорил, что хороший коммунист – это мертвый коммунист. И который публично заявил, что он будет голосовать за Мельникова. Я знаю человека, которого нельзя заподозрить в малейших симпатиях КПРФ. Девушка объявила о том, что она будет голосовать за Мельникова, и сторонники Навального на дом предстоит черный гроб. И поленились, узнали, где она живет на самом деле, а не где она прописана. Понимаете, вот такие эпизоды были. Огромная часть социального большинства отворачивается от либеральной тусовки, потому что осознает ее живость. Потому что она понимает, что нынешнее правительство, нынешнее руководство осуществляет либерально-социально-экономическую политику. И люди восстают именно против, в первую очередь, либеральной социально-экономической политики, и уже в вторую очередь, против коррупции, произвола, беспредела и всего остального. В чем? Либералы полностью правы, с ними нужно быть солидарными. И вот этот вот разворот социального большинства, осознание социальным большинством того, что Россия является самостоятельной ценностью, даже если она очень плохая, это явление 2013 года. Может быть, кто-то его заметил раньше, бурные аплодисменты, я это ощутил, что называется, на шкурке в этом году. Когда вдруг, ну, я тоже живу в социальных сетях, я сталкиваюсь с регулярным словесным поносом в свой адрес, это особенность социальных сетей, вдруг меня начали обвинять в том, в массовом порядке, что я либерал. Слово либерал стало клеймом, значительно худшим, чем слово пассивный гомосексуалист. Значительно худшим. Потому что либерал – это клеймо, от которого нельзя смыть ничем. И в этой ситуации, в новой ситуации, у меня растет оптимизм по поводу нашего будущего, потому что наше общество потихоньку оздоравливается. Потому что молодежь, которая еще два года назад была безумной, говорит, слушай, городской транспорт должен ходить, и это же государство, это же проклятое государство, оно должно исполнять свои обязанности. Оно есть. Не потому что оно должно исчезнуть, а потому что оно должно работать. Даже либералы так говорят. Наше общество становится более разумным, более рациональным, более осознающим свои интересы. Это значит, что почва для либерализма уходит у него из-под ногу. Люди, которые застряли в 90-х годах, они начинают повисать в воздухе. Будущее отворачивается от них, поворачивается к ним спиной. Это означает, что возможен ренессанс КПРФ. Это означает, что возможен ренессанс новых коммунистов. Кстати говоря, оздоровление КПРФ. Это означает много конкретных практических политических мелочей. Но есть один базовый фундаментальный вывод, который мне очень приятно сказать вам именно сейчас, именно перед Новым Годом. Потому что он звучит как новогоднее поздравление. В 2013 году мы стали, может быть, и не умней, может быть, и не образованней, но мы стали разумней. Мы стали лучше понимать, кто мы такие и чего мы на самом деле хотим. Поэтому мы сделали совершенно незаметной со стороны, не сопровождающейся никакими символами, никаким врицанием, никакими кимвалами, дудками и транспарантами. Мы сделали колоссальный шаг к тому, чтобы в предстоящем системном кризисе не допустить распада России. И это очень важно. И это очень позитивно. Я считаю, что я очень редко говорю о хороших вещах. Но вот с этим нас с вами можно сегодня поздравить. На этой пневмитичной ноте мы завершаем последнюю в этом году программу с Михаилом Делягином. Слушайте и смотрите нас в следующем году. В Новом Году ждем вас на этой волне в это же время. Счастливо. Час Делягина на радио Комсомольская правда.